Русские сказки Древесин женился на богачке, а Али-Баба в одиночку содержал жену и детей. На хлеб он зарабатывал тем, что рубил деревья и продавал их на рынке. Как-то раз в лесу, собирая древесину, он услышал топот множества копыт. А? А? В страхе, укрывшись за деревом, он увидел целый отряд из сорока наездников с тяжелыми мешками. Они остановились у большого камня около подножия горы. У них мечи и ножны с острыми ножами. Должно быть, это банда разбойников. Но что они делают здесь? Один из разбойников по виду вожак приблизился к камню. Сезам, откройся! Али-Баба глазам не мог поверить. Ого! За камнем скрывался проход в темную пещеру. Разбойники вошли внутрь, и вход закрылся за ними. Пораженный Али-Баба от страха не мог и пальцем пошевелить. Некоторое время спустя проход снова открылся, и разбойники вышли уже с пустыми руками. Мешки они оставили в пещере. Вскочив на лошадей, разбойники скрылись из виду. А, в этой пещере они хранят деньги! Али-Баба не мог сдержаться и решил проникнуть в пещеру. Встав перед большим камнем, он воскликнул. Сезам, откройся! Проход появился, как и в первый раз. Али-Баба вошел в пещеру. А там, куда ни глянь, горы золота, серебра, драгоценные посуды, алмазов, рубинов и других каменьев, каких Али-Баба в жизни не видал. А-а-а! Дровосек потер глаза в изумлении, но богатства никуда не исчезли. Возьму золото. Разбойники даже не заметят. Али-Баба набил мешок золотом и вернулся домой. Гляди, что я принес! Али-Баба вывалил перед супругой мешок монет. Жена изумилась, никогда прежде не видала она столько золота. А-а-а! Неужели ты их украл? Долго объяснять. Но разве можно украсть то, что уже украдено? Хе-хе-хе-хе-хе! Надо их пересчитать. Столько денег в жизни не пересчитать. Сходи к моему брату, да возьми у него весы. Жена Али-Бабы поспешила к дому своего деверя. Любезная, дай мне на вечер весы. Я верну тебе их завтра же утром. И что будешь взвешивать? Да так, зерно. Жена Касима была женщиной хитрой и не поверила в то, что у Али-Бабы может быть так много зерна. Поэтому она смазала дно чаши весов воском, прежде чем дать их жене Али-Бабы. Взвесив золотые монеты, она пришла в восторг от того, как много их оказалось. Мы теперь богаты, можем купить, что пожелаем. Спешить не стоит, вызовем подозрения. Ни одна душа не должна знать наш секрет. Жена Али-Бабы согласилась хранить молчание, но уже утром супруга Касима, взглянув на весы, узнала тайну. Она тут же сообщила мужу о том, что его брат внезапно разбогател. У Али-Бабы есть золото. Где он его раздобыл? Это нужно выяснить. Касима обуяла зависть. Потеряв покой и сон, он отправился к дому Али-Бабы. Али, как поживаешь, братец? Я пришел узнать, не нужно ли тебе чего-нибудь. Не стесняйся просить. Старшему брату не жалко. Он для тебя последнюю рубашку отдаст. О, брат, меня трогает твоя забота, но я при деньгах, и помощь мне не нужна. Деньги? Расскажи мне, откуда. Али-Баба, добрая душа, не мог скрывать от брата правду и рассказал все, что знал о пещере и разбойниках. Прекрасно. Пойду туда завтра. В конце концов, я, как брат, отвечаю за твои деньги. Проверю, все ли на месте. А какими словами открыть пещеру? Сезам, откройся. Сезам, откройся. Сезам, откройся. Надо запомнить. Сезам, откройся. Наутро Касим покинул дом с четырьмя крепкими осликами, чтобы вынести побольше золота. Стану богатейшим из богатых. Добравшись до пещеры, он воскликнул. Сезам, откройся. Проход открылся и захлопнулся у него за спиной. Надо же, поразительно. Сколько золота, сколько каменьев. Я унесу отсюда все, что получится. Касим набил мешки монетами и драгоценностями. Но, подойдя к выходу, он замер в нерешительности. Что там за слово? Ячмень, откройся. Пшено, откройся. Дверь, откройся. Дверь, откройся. Кто-нибудь, помогите. Забывшись от восторга, Касим запамятовал волшебное слово и оказался заперт в пещере. Спустя некоторое время он услышал топот копыт. Сорок разбойников вернулись к своему тайнику. Сезам, откройся. Камень откатился, и разбойники увидели Касима, сидящего на коленях. Не задавая лишних вопросов, главарь зарезал его ножом и оставил тело в пещере. Встревоженная жена Касима прибежала сказать Али-Бабе об исчезновении супруга. Он пошел к пещере. Надо его отыскать. Зайдя внутрь сокровищницы, Али-Баба нашел там тело своего брата. О, нет! Быть того не может! Он отвез брата домой, уложив на ослика. Служанка Касима, Маржана, узнала обо всем, что произошло. Никто не должен знать, как он погиб. Я схожу к доктору и попрошу лекарства, будто бы хозяин заболел. Утром объявим о его смерти. Ее хитрый план всем понравился. Через несколько дней жена Касима, не вынеся горя, умерла. Мне некому прислуживать. Прошу, возьмите меня в ваш дом. Али-Баба знал, что эта умная девушка обязательно пригодится ему в будущем, поэтому взял ее себе в услужение. На следующий день разбойники вернулись к пещере. Куда делся покойник? Кто еще смог узнать про наш тайник? Эти сокровища мы собирали всю жизнь. Найдем врага, пока тот не похитил все подчистую. Идите в город и узнайте, кто недавно умер. Разбойники поспешили в город, чтобы найти обидчика. Один из воров направился к дому доктора. Скажи, доктор, не умирал ли в последнее время кто-нибудь из местных? Да, умер Касим. Его служанка описала симптомы, и я дал лекарства. Но он все равно умер. Очень жалко. Да уж, бедняга. Где его дом? Здесь уже никто не живет, зато в самом конце улицы есть дом его брата. Разбойник подумал, что именно Али-Баба забрал тело из пещеры. Он прокрался к его дому в ночи. Убедившись, что улица пустынна, он пометил дверь крестом. Завтра я приведу людей, и мы убьем всех в этом доме. Утром Маржана увидела отметку. Она догадалась, что это не сулит семье ничего хорошего, и поставила крестики на каждой двери на улице, чтобы сбить врага с толку. В полночь разбойники вошли в город, но не смогли найти нужную дверь среди всех, отмеченных крестом. Так они и вернулись назад ни с чем. Завтра я сам со всем разберусь. Главарь разбойников решил действовать самостоятельно. Он был умнее остальных и не стал помечать дверь. Он внимательно изучил ее, чтобы хорошенько запомнить. Он явился в город с сорока ослами, которые везли сорок бочек. Одну из них он до краев наполнил маслом, в остальные велел спрятаться своим разбойником. Сам главарь переоделся торговцем маслом и отправился прямо к дому Али-Бабы. Кого вы ищете? Я торгую маслом, держу путь до далеких азиатских стран. Уже поздно, и я ищу место, где мог бы и переночевать. Это дальняя дорога. Прошу, проходите и отдохните. Сперва покажите, что в бочках. О, конечно, посмотрите. Такая красавица должна быть осторожной. К счастью, Маржана открыла бочку, наполненную маслом. Ее сомнения развеялись, и главарь выдохнул с облегчением. Все вошли в дом, где Маржана уже приготовила вкусный ужин. Прислуживая за столом, она заметила кольцо на пальце у торговца. Похожее кольцо Али-Баба принес из пещеры. У Маржаны снова зародились подозрения. Подкравшись к одной из бочек, она стукнула по ней. Пора выходить, хозяин! Маржана раскрыла коварный план. Она проверила каждую бочку и поняла, что в них сидят разбойники. Вылив масло из бочки, она разогрела его в большом котле. После чего Маржана налила раскаленного масла в оставшейся бочке. Так, одного за другим, она погубила всех разбойников. Ночью главарь вышел, чтобы позвать своих людей. Но то, что он увидел, открыв бочки, привело его в настоящий ужас. Он попался в собственную ловушку. Главарь в панике бежал из дома. Наутро Маржана рассказала Али-Бабе о том, что случилось. Ты спасла нам жизнь. Не знаю, как благодарить тебя. С этого дня ты не служанка, но полноправный член семьи. Спасибо, уважаемый. Сезам, откройся!